Тема следующего доклада должен был выступать Бочкарев Александр, это аспирант кафедры сварка, обработка материалов давлением и родственной процессы, с такой темой. Исследование процессов формирования структуры и свойств наплавленных алюминидов титана. Пожалуйста. В настоящий момент с развитием техники и на промышленности возрастают основные требования непосредственно к свойствам применяемых материалов. Одним из перспективных направлений материаловедения являются интерметаллические сплавы на основе алюминидов титана, сочетающие в себе высокую жаростойкость, непосредственно твердость, износостойкость и на порядок ниже плотности данных материалов. Ограничения с производством и эксплуатацией алюминидов титана связаны с низкой инопластичностью. При температурах непосредственно близких комнатах невозможна инопластическая деформация, так как движение дислокации заблокировано из-за сильно развитых кавалентных связей. В результате непосредственно этого и образуется скопление деформации и зарождение микротрещин, что приводит к рупкому разрешению интерметаллидов на системе нотитан-алюмин. С повышением нопластичности алюминидов титана мы достигаем путем нолигирования или модифицирования интерметаллидных сплавов. На данном слайде представлена схема легирования с введением легированной проволоки в жидкую сварочную ванну и с введением дополнительной ноприсадочной проволоки в сварочную ванну. Данная схема легирования обеспечивает содержание легирующих элементов на 7,5% по непосредственно массе. На данном слайде представлена схема легирования с укладыванием легирующего элемента непосредственно в заранее изготовленный основной паз. В данном случае из-за того, что мы какой хотим образовать нопроцентный состав легирующего элемента, мы закладываем в проточки с разным содержанием относительно самой плотности данного материала. В качестве способов нанесения нопокрытий использовали автоматическую аргонодуговую наплавку, неплавящуюся электродом. Использование этого способа предусматривает возможность дополнительного легирования или модифицирования наплавленного нопокрытия. На данном слайде показано насечение наплавленного нопокрытия. Основные данные — это настабильные геометрические параметры наплавленного валика по всей длине. Непосредственно исследуя химического состава наплавленного металла, они также проводились методом растровой электронной микроскопии, как и в предыдущем моем докладе. Основные замеры с твердостью наплавленных нопокрытий измеряли по ГОСТу 1913-1959 года, они измерялись по шкале HRC, метод измерения твердости по Роквеллу. Изностойкость определялась способностью на слоев противостоять внедрению абразивных на частицах. Жиростойкость наплавленных нопокрытий оценивалась по непосредственному ГОСТу 6130-71 года. И основная температура испытаний была предельной для данных материалов — 800 градусов Цельсия. На данном слайде для непосредственного исследования процесса наплавки были выбранные режимы, при которых формируются валики с постоянными параметрами высоты и глубинной проплавления, ширины, а также с удовлетворительным качеством покрытия. В выбранных основных режимах сформироваются валики с содержанием алюминия от 10 до на 50%. Металлографический и химический анализ структурных составляющих наплавленных валиков показал, что структура наплавленных валиков в зависимости от содержания алюминия, исходя из основной диаграммы состояния титана-алюминия, описывается основными фазами титан-3-алюминий и на титан-алюминий. Как уже было отмечено ранее, алюминия титана имеет низкую пластичность при комнатных температурах, при увеличении в 100-кратно видно, что наплавленные валики имеют трещины с микротрещинами. При легировании алюминия в титана с цирконием наблюдается фаза альфа-титана и непосредственно фаза титан-3-алюминия. Содержание циркония изменяется от 2,5% до 7,5%. При увеличении в 100-крат образцы легированной цирконием трещин и микротрещин не наблюдаются. Основная твердость нелегированных наплавленных валиков изменялась в пределах от 12 до 36 HRC. Максимальное значение твердости наблюдалось при содержании алюминия от 20 на 5% до 35%. Легирование кремнием повысило твердость наплавленного металла до 50 HRC. В области концентрации алюминия от 20 до 30%. Максимальное значение относительной износостойкости наплавленных валиков при наплавке сварочной проволоки СВА-8 наблюдалось при содержании алюминия от 20 до 30%. Но при этом значение относительной износостойкости не превышало 3,5% значения. Непосредственно исследования жаростойкости при выдержке в течение 1000 часов при температуре 800 градусов показали, что титановые образцы при этом теряют непосредственно 20% своей массы. В данном случае наплавленное на покрытие с содержанием алюминия от 20% не превышает и 10%. С содержанием алюминия от 35% не превышает на потере массы 1,5%. В заключении можно сделать выводы, что проведенные исследования влияния лигирующих элементов на основные свойства данных интерметаллитов. Основные выводы, что на цирконии он повышает трещинуустойчивость и жаростойкость сплава системы титана алюминия. Основной элемент лигирующий кремний заметно также увеличивает трещинуустойчивость основных сплавов, а также повышает основную твердость и жаростойкость сплавов с содержанием алюминия до 30%. Большое спасибо за внимание.